Я родила ребенка, но я не буду его крестить. Крещение перекрывает каналы. Вы не имеете права влиять на то, что вы не создавали. Очень много разных мифов ходит касательно христианского эгрегора. Касательно того, что крещение перекрывает каналы. Касательно того, что христианство не дает полноценную энергию, стягивает энергию. Касательно того, что верующий человек не сможет достигать какого-то социального материального результата. С мифы. Мифы системы. Вы помните, есть мифы родовой системы. А есть у нас в любом эгрегоре точно так же существуют какие-то мифы. Какие вы знаете мифы про христианский эгрегор, напишите. Прям очень интересно. И само влияние нашей самой этой системы определяется в вековой истории. Что значит вековая история? Это значит то, что данный эгрегор влияет на нас на генетическом уровне. То бишь, принадлежность к данной системе определяется путем опыта души. А не путем вашего личного выбора. Запомните, пожалуйста, это. На сегодняшний день мы с вами можем говорить о том, что все больше и больше людей начинает переходить к тому, что я родила ребенка, но я не буду его крестить, потому что я хочу дать право, к примеру, выбора ребенку. Имеете ли на это право, чем? Да, конечно. Но мы будем говорить, что данное поколение, к примеру, наше поколение, к примеру, раньше такого не было. Почему-то. Это какие-то единичные случаи могли быть. Но раньше такого даже разговора не могло быть, потому что религия исконно управляла. Если мы понимаем, что данный эгрегор находится у нас на генетическом уровне, и это выбор души. Когда мне было три месяца, меня принесли в Владимирский собор, выбора у меня не было. А то, в чем нет выбора, определяется чем? Моим судьбоносным путем и моим судьбоносным опытом. Каждый человек, который имеет непринятие христианского эгрегора, или наоборот, слишком большую погруженность туда, это всегда регрессионно просматривается. То есть в регрессиях мы всегда видим вот эту религиозную идентичность. Эта религиозная идентичность определяется, как вы думаете, где? В родовой системе. Ну вот, к примеру, я религиозный, а кто-то из вас не религиозный. Почему? Это родовая системная нагрузка. Определяет принадлежность вас, как потомка, к той религии, в которой вы находитесь. То есть, если мы, человеку все время хочется принадлежать к чему-то, к какой-то системе, это указывает на то, что в родовой системе существовала нагрузка какой-то принадлежности, какой-то духовной идентичности. Я задавал себе вопрос, почему я шести лет, я в шесть лет знал все библейские истории? От Авраама и до конца со всеми сорока годами, Моисеем, картинками. У меня до сих пор эта Библия есть. Шести лет. У меня вопрос, почему? Вот у меня, я выше вырос, взрослый человек, очень умный, кто-то придумал какие-то мне там разные истории религиозные. У меня с самого раннего детства, я с трех лет молился на коленях, я помню, как сейчас, у меня даже есть видео, как я шестилетний стою на коленях и вызываю к Богу, чтобы мама с папой не ругались никогда. Почему? Потому что это родовая принадлежность моя. И каждый из нас должен найти эту принадлежность. Почему мы это понимаем? Это ген. Религиозный эгрегор определяется геном. Сейчас я вам докажу это. Существует такой интересный компьютер, который слушает мембрану клетки. И вот эта мембрана клетки определяет гены религиозные. И которые вам скажут, чего вам не хватает, какого вам религии. Даже в Киеве они, по-моему, есть. В Санкт-Петербурге я тестировал матрицу судьбы на этом компьютере. Потому что он в России первый появился, потом его привезли к нам в Киев. То есть суть заключается в том, что на генетическом уровне это уже определено. Есть ли вопрос самый популярный? Нужно ли раскрещиваться нам? Отказываться? Имеем ли мы на это право? Действительно, существуют понятия судьбоносного изменения вероисповедания. Включенности в другую родовую систему. Когда мы входим в другую систему, к примеру, мусульманскую, мы отказываемся от своей веры и входим в другую. Или, к примеру, мы хотим получить еврейский паспорт. И нам нужно, да, израильский, нам нужно выучить иудаизм и отказаться от веры. Задайте себе, пожалуйста, вопрос, мои прекрасные. Вот, прям настроиться на это. Готова ли я отказаться от своей веры? Определенной вашей системой родовой. Вы не имеете права влиять на то, что вы не создавали. Вот это очень важно понимать. А не влияние на то, что вы не создавали, определяет что? Иерархия. Это ваша иерархия подноше. Это подноше уважение к традиции, уважение к вере, к закону и к правилу. И сам христианский эгрегор является именно этим. Суть христианского эгрегора заключалась всегда в условности, рамках, ограничениях и осуждениях. Если вы осуждаете данную систему, вы абсолютно ничем не отличаетесь от того, что вам не нравится в данной системе. Не так ли? Задайте себе вопрос. Если мы с вами говорим о том, что мы берем какой-то определенный источник с вами, генетический источник, запомните. Я могу взять бубен, я могу побубонить в бубен, открыть шарманическую инициацию и открыть нижний мир и получить энергию. Я могу сесть помедитировать и получить столько, сколько мне нужно. Я могу нарисовать себе такой иронический став или набить себе на груди такие иронические став, которые всегда будут меня наполнять энергией. Но крест от меня никогда не уйдет. И эту генетическую способность или вещь, отказаться от нее или уйти, невозможно. Не существует официально в христианстве обряда раскрещения. Не существует его. Если вам рассказывают разные люди, что он, его нету. Если у вас есть батюшка, пойдите к батюшке и поговорите с ним. Существует другое понятие, не раскрещение. Молебна на эту тему нету. Вам батюшка скажет, идите с Богом. Существует другое понятие. Осквернение креста. Позицию раскрещения придумали глупые люди. Что оно существует. А почему, как вы думаете, не существует раскрещение? Потому что не было права на крещение. Не давалось оно. Потому что это генетическая принадлежность, которая выдана опытом духа. Есть два вида выхода из эгрегора. Вы сейчас их запишите. Первый. Это неиспользование христианского источника. Что приведет к тому, что канал сужается. Он становится очень-очень маленьким. Практически незаметным. По нему идет скачивание энергии. Вы им не используете. Вы откладываете крест. Вы не читаете никакие молитвы. Вы не взаимодействуете никак со святыми. Год, два, три, четыре, пять, десять. И каждый год вы будете дальше и дальше от этой эгрегоральной системы. А если вы еще будете себя накачивать какой-то другой системой. Не знаю. Начали. Ушли в тантризм. В буддизм. В матрицу ушли. На подключали инициации разных. Ну как бы то будет больше. А то будет становиться в каждый раз меньше и меньше. Ну. А полностью отключиться после обряда крещения невозможно. Не существует этого обряда. Есть очень много ритуалов, обрядов в рунах. Я могу написать вам рунический став на выжигание канала. Я могу вам делать рунический став на обрезку канала. Я могу вам делать шаманический ритуал и обряд на выход из всех систем. Могу. Но вырежет ли это генетический код? Нет. Не вырежет. То есть вы можете. Мы можем перекрыть этот код. Но выйти из него невозможно. Существует еще второй обряд. Но я не знаю, стоит ли его рассказывать. Давайте.